всем привет меня зовут юлия сейчас я нахожусь в городе нордхэмптон тихий спокойный городок находится в часе езды от лондона и нахожусь я в босфор колледже это независимый колледж проходит обучение на программах подготовки gcgc и программе и level здесь обучаются ребята начиная с 14 лет это вот здание бывшего университета нордхэмптон сейчас сентября 2022 года это здание полностью принадлежит босфорс колледж все кто приходит в колледж должны вы здесь запомнить кто пришел с фотографией моей сейчас здесь сзади меня у ребят которые учатся на программе gcc проходит мог экзамены поэтому здесь шина все пишут сразу еще 10 лет экзамен по социологии и географии математике английской литературе когда ребята пишут экзамен да не сильно есть гидать и которые смотрят чтобы все вовремя написали чтобы никто ничего не списывал вот в общем уже в туалет выходят сопровождение вот сзади меня сейчас гранд холл большой внизу сейчас у проходит экзамен а вообще это территория используется помещение для собраний для каких-то больших крупных мероприятий все проходит здесь до экзамены тоже это вот класс науки для ребят которые приедут будут обучаться в седьмом и восьмом классах я маленьких то есть это находится в этом же здании чтобы они никуда не выходили для ребят постарше соседнем здание находится и это вот вторая комната везде смарт-борд это класс визуального искусства арта здесь обучаются студенты которые дальнейшем планируют графический дизайн а также на архитектуру потому что им всем все равно на математике также требуется умение рисовать в колледже очень также много различных клубов например проводится клуб любителей фильмов и ребята могут по четвергам записаться все могут его посещать это вот школьная форма все кроме с x-form кто учится на level они у них просто бизнес стиль а все кто помладше у них вот такой пиджак рубашка здесь нет лого никакого то есть потом пиджак можно будет носить допустим на какое-то другое мероприятие брюки серые у девочек либо юбка либо тоже брюки и брюки юбка могут быть либо серые либо темно-синего цвета и также еще вот такой вот жакет очень хорошее качество а тут вот сидент коммуникейшн офис то есть есть школе постоянно человек который отвечает за любые вопросы которые могут возникнуть у студентов так скажем административный прилет улет если кому то нужно помощь с билетами с регистрации где-то куда-то поехать сходить то есть можно всегда обращаться сюда также по всем вопросам как раз вот беседую с родителями агентствами если нужно продлить визу либо еще что-то такое то есть все это делается вот здесь есть также ассистент по общению студентами по стрелке то есть если у ребят какие-то проблемы связанные не с обучением а например скучают по дому или испытывают трасс или я не знаю там может быть в каких-то ситуаций влюбился любовь неразделенная то есть можно обращаться сюда либо же есть еще также два других человека которые коммуницируют со студентами на всех уровнях и тоже сами определяют если они видят что ребенка какая-то проблема и естественно старают ее решать любая какая-то психологическая проблема которая ребенка возникает в школе всегда есть человек который с ней поможет разобраться это вот департамент наук он находится примерно 5 минут пешком от основного здания здесь получается все точные науки только что разговаривала с девочкой из украины она поступает на медицину она сказала что подготовка очень серьезная сильные преподаватели например сейчас проходят экзамены и преподаватель по химии выделил пять часов своего собственного времени для подготовки ребят к экзамену у нее уже последний год программе мы и level и она уже получила приглашение от трех британских университетов на интервью с одним она уже прошла то есть ну как бы у нее очень высокие шансы у нее и старые высокие шансы поступить на медицину это очень сложно потому что на все медицинские факультеты есть квота на иностранных студентов это вот зона где находят находятся ребята проводят время когда им нужно когда они подают документы в университеты здесь располагается руководитель который помогает дело высшее образование которое погаем помогает выбрать университет как подавать заявку также здесь есть общая комната где ребята делают какие-то домашние задания когда у них перерыв между уроками и здесь даже всегда есть сотрудник который помогает им если нужно что-то распечатать подсказать показать то есть это все находится вот в этой комнате где ребята сидят занимается а босфорос колледж основное здание получается которого раньше принадлежала университета сентября находится колледж и второе здание где раньше собственно находилась школа находится друг от друга примерно 5-7 минут пешком здесь сейчас вот в старом здании находится science department то есть все классы по науке химии биологии все проходят здесь для старших классов также здесь находится столовая где ребята завтракают обедают их ужинать питание у всех включено в стоимость но если кто хочет дополнительно куда-то сходить поесть то можно относиться и пойти где-то в городе и питаться либо что-то для себя заказать если скажем надоело постоянно есть здесь в столовой вот резиденция находится чуть чуть дальше для мальчиков и еще несколько резиденций здесь они находятся в пешей доступности для мальчиков вниз как бы так скажем по дороге минуту на 3 идти для девочек минут десять наверно от основного здания есть еще другие тоже резиденции то есть это как бы независимый колледж но такой смешанный с бурдинговой школы потому что вроде как они сами на одной территории все но все рядышком находится рядышком напротив также поля для занятий спортом питание все проходит здесь просто во многих независимых колледжах с их спом ребята либо могут вообще самостоятельно питаться и проживание находится 15-20 минут от учебного заведения здесь же в принципе все рядышком и плюс сам по себе город тихий и спокойный и в Англии есть отличие сити от тауна если в городе есть университет то это сити если университета нет то это значит таун и то же самое с собором если есть собор то значит это уже считается сити то есть как бы больше ну вот Норхамптон это как раз уже сити то есть не совсем маленький городок но я здесь пообщалась с ребятами на самом деле в Лондон ездит примерно раз в 4 недели потому что особо необходимости для этого нет а все что нужно допустим им приобрести это можно сделать здесь как бы в городе и не обязательно куда-то ехать это вот одна из резиденций здесь проживают мальчики стандартную стоимость включено проживание в комнате на двоих и туалет ванна на этаже но за дополнительную оплату можно получается доплатить иметь свою собственную комнату и туалет ванна будет в комнате и это вот резиденция для девочек где проживают девочки это буквально 10 минут пешком от колледжа везде нужно чтобы попасть ключ это вот резиденция общая комната где это вот комната на одного здесь есть раковина стол и кровать но туалет ванна в этой общежитии всегда находится на этаже душ и это вот комната на двоих довольно таки большая в стоимость стандартную включена вот комната на одного либо на двоих в основном на двоих но туалет ванна на этаже но есть также другие общежития где можно проживать на одного и туалет ванна в комнате но за дополнительную плату резиденция резиденция сотрудничает с праотичные то есть постельное белье привозить не нужно его раз в неделю девочка меняют это вот это вот это вот получается комната на троих но проживают здесь двое всегда то есть одна кровать всегда пустая поэтому здесь всего два стола где можно выниматься очень большая комната такая прям не знаю квадратов наверно 30 много места все комната здесь комната на одного вот здесь есть телевизор есть сделано вот гардероб и отдельно души даже ванна так как этого кухня и здесь можно что перекусить много чего есть это даже есть вода в украине и общая комната где вечерами можно собираться и здесь есть когда у кого день рождения этой резиденции проживают не забыть кто когда в каком месяце родился дворе получается трое а это получается вот комната если вдруг ребенок заболел в школе есть медсестра ну то есть нет необходимости ехать еще в больнице то можно здесь ребенка оставить под наблюдением медсестра будет приходить проверять смотреть какие лекарства можно дать сюда находится в школе и таких комнат несколько и есть отдельная комната то есть одна кровать и для тех кто если вдруг там будет вирусное заболевание вдруг ребенка нужно изолировать вот но особенность была популярна когда был к вид так это если просто кто-то плохо себя чувствует то здесь вот можно отлежаться какие-то лекарства принять и под наблюдением медсестры всегда находится в школе в рабочее время также в резиденции есть house parent и которые за ребятами следят смотрят был них было все в порядке это вот офис house parent который постоянно здесь находится по вечерам если какие-то вопросы и вот комната юлии и беллы это получается комната на двоих и тоже очень большая прям такая много места и здесь есть уже комнате душ туалет и раковина и получается есть формы которые нужно обязательно заполнять когда то во сколько ушел его сколько возвращается чтобы никого не потеряли сейчас босфорд индепендент колледж называется колледжем но с февраля этого года 2027 года поменяются имя будут называться борсов индепендент школой скул почему потому что здесь также будут учиться ребята седьмого восьмого класса и поэтому это уже не совсем колледж то есть так и будут учиться младшие детки а и и и и